Здравствуйте, уважаемые друзья! В данном видео я вам покажу, как создать вот такую вот тонировку с легким романтическим эффектом в программе Adobe Photoshop. Мало того, что я вам это покажу, я запишу все это в экшен. И этот экшен я предоставлю вам для скачивания, чтобы вы могли все это гибко применять и на своем компьютере в любое удобное для вас время. Ну и если вам этот экшен и эта тонировка покажется интересной. Итак, давайте посмотрим, кстати, что у меня было на старте с этим изображением. Я нажимаю клавишу Alt и нажимаю на глазок нижнего слоя. Вот такая фотография была на старте и вот такая она стала. Ну согласитесь, что фотография приобрела такой легкий романтический мечтательный образ и смотрится симпатично. Теперь давайте я буду все это делать, показывать вам, как все это делаю. И соответственно все это буду записывать в экшен, либо в операцию, чтобы вы могли этим воспользоваться быстро тоже. Вы, кстати, можете воспользоваться экшеном, который скачаете, либо повторить все эти действия, которые я сделал. Итак, для того, чтобы все мои действия были записаны в операцию, я иду в пункт меню окно и включаю окно операции. И соответственно создаю сначала набор своих операций. Я щелкаю по папочке внизу данного окошка и пишу, что это называется романтика. Я назову так. Романтика экшен будет называться, я нажимаю окей, это только пока у меня набор создался. И затем я нажимаю на квадратик с плюсиком, и это уже будет создаваться сама операция. Называю ее тоже романтика. Вот, романтика. В набор романтику он идет, остальные параметры я не трогаю. Говорю записать. Обратите внимание, что горит у меня красная кнопка, это говорит о том, что экшен идет в режиме записи. То есть он будет записывать все те действия, которые я буду делать. Ну не те, которые когда я мышкой просто вращаю, а только те действия, которые имеют логическое завершение. Ну вот, например, мне нужно создать слой. Я слой, копию слоя создаю. И видите, это копия слоя, то есть ее создание, соответственно, у меня записались в экшен. Затем я данный слой смешиваю в режиме мягкий свет. И, кстати, надо этот слой преобразовать в смарт-объект. Я правой кнопочкой по слою щелкаю и преобразую в смарт-объект. Делаю это для того, чтобы все те инструменты, которые я буду к этому условию применять, я бы мог их потом перенастраивать. То есть, чтобы применение этого эффекта было максимально гибким. И для меня, и для вас. Ну, если вы будете применять экшен. Затем я иду в пункт меню «Фильтр» и применяю фильтр из группы фильтров «Размытие», который называется «Размытие по гауссу». Все фильтры этот, наверное, знаете. И здесь выставляю тот параметр, который бы мне понравился и был эстетически привязан к тому замыслу, который я хочу здесь передать. Ну, где-то я примерно 45 параметров устанавливаю. Соответственно, в вашем случае это может быть либо больше, либо меньше. В зависимости от размера фотографии и ее содержания. И поскольку я все это делаю через смартфильтр, то, соответственно, всегда можно будет этот параметр изменить. Я нажимаю «Ок» и мы увидим, что «Размытие по гауссу» через смартфильтр у меня применилось. Я могу его повторно вызвать и это все перенастроить. Сейчас я это не делаю, иначе у меня все эти шаги будут записаны, а я лишних шагов записывать не хочу. Соответственно, затем я применяю корректирующие инструменты, иду в пункт меню «Изображение», «Коррекция», который называется «Красочность». Захожу в «Красочность», и, соответственно, насыщенность я немного убираю, и, видите, портрет приобретает такой легкий светлый образ, наверное, мечтательный. «Красочность» я тоже чуть-чуть убираю. Ну, не совсем сильно. Если сильно совсем убрать, то, наверное, будет перебор. Ну, хотя вы можете это решать для себя в индивидуальном порядке самостоятельно, как хотите. Нажимаю «Ок» и «Красочность» у нас тоже записала через смартфильтр, и, соответственно, мы сможем его тоже применять. Теперь я применяю корректирующий инструмент, который называется «Градиент». Затем я в градиентах выбираю из основных именно черный-белый градиент обычный. Так, делаю инверсию, чтобы черный цвет был сверху. Можно инверсию не делать. В любом случае, вы, когда по градиенту щелкаете, вот у вас будет конструктор градиентов, и черный цвет, если он внизу, вы делаете его белым. Вот я щелкаю по маркеру, потом по цвету и выбираю здесь белый цвет. Нажимаю «Ок». Затем щелкаю по правому маркеру. Вот цвет белый у меня отображается здесь. Я щелкаю сюда и выбираю какой-то цвет, который бы сопоставлялся, или был похож на вот такой мечтательный цвет. Ну, пускай это будет такой легкий, ну, не знаю, там фиолетовый или пурпурный оттенок. Ну, такой, например, «Ок». И вот такой градиент у меня создался. Нажимаю «Ок» здесь, нажимаю «Ок» здесь. И вот этот слой я смешиваю с лежащим слоем в режиме «Тоже мягкий цвет». И вот у меня такой вот легкий, соответственно, романтический эффект для моей фотографии и создался. Собственно говоря, это и весь эффект. Вы, конечно же, можете слои уменьшать в прозрачности их, для того, чтобы минимизировать, либо максимизировать данный эффект. И, соответственно, также прозрачность этого слоя можете менять, и можете фильтры все тоже менять. Ну, я пока сейчас нахожусь в режиме записи, это я не делаю. Но сейчас я все это остановлю. И давайте сейчас мы с вами посмотрим, как этот экшен у нас записался, как он работает. И как он будет, очевидно, работать у вас. Я для этого щелкаю, выделяю все слои, вдаляю их снова, да, в корзину у меня опять слой остался, вот, единственный, с которой он начинал. Я встаю на экшен романтика и вызываю его, то есть запускаю его. Нажимаю сюда. И все, видите, раз и готово. Тут у меня еще другая фотография загружена. Давайте посмотрим, как для этой фотографии этот романтический образ применится. Я нажимаю сюда. И вот он тоже, видите, быстренько и применился. Соответственно, я могу взять, например, пойти в размытие по Гауссу, щелкаю сюда, да, и могу немного увеличить вот это размытие, либо уменьшить, в зависимости от того, какой результат вы хотите получить. Видите, вот этот уже экшен, даже после того, как мы его применили, имеет определенную гибкость. По красочности щелкаю, и, соответственно, насыщенность могу увеличить, либо убавить. Вот. Это тоже видно, как это работает. И, соответственно, опять же, с этим слоем, который у нас является градиентом, я могу, собственно говоря, учить инверсию. Видите, вот так даже могу делать. Ну, когда вверху это лучше смотрится. Могу, например, поменять цвета. То есть, щелкаю по градиенту, щелкаю по маркеру цвета, по цвету, и могу, например, изменить, взять синий цвет. Или тот цвет, который наиболее вам бы понравился. Ну, я делаю отмену. Ну, то есть, видите, здесь, как сказать, полная свобода в том, чтобы вы могли это применять по-своему. Так. Теперь давайте я покажу, как этот экшен вы сможете установить у себя. Давайте я сделаю так, что вот я удалю все слои, которые у меня здесь есть. И в этой картинке, и в этой картинке. Этот экшен я прямо сейчас сохраню. Чтобы сохранить экшен, чтобы его можно было скачать, установить на свой компьютер, я встаю непосредственно на сам экшен. Правой кнопочкой нажимаю. Вернее, не правой кнопочкой на него нажимаю. Здесь есть такие вот полосочки, да, гамбургер, где настройки окна находятся. И выполняю команду сохранить операцию. Она у меня сохраняется под названием романтика, но я сохраняю на рабочий стол, чтобы легче было ее достать. С расширением от ЭН. Это и есть экшены, да. Я говорю, сохранить. И теперь, когда вы захотите, соответственно, применить этот экшен к своей фотографии, вот, например, вы его скачали, он у вас в таком же виде, в котором я его сохранил, находится на вашем рабочем столе. У вас открыта фотография, может быть, две, может быть, три, может быть, пять, неважно. Вы идете в пункт меню окно, соответственно, вызываете операции. И когда вы вызываете операцию, если вы до этого раньше не работали с экшенами, то у вас здесь будут только операции по умолчанию. Кстати, давайте тоже так же сейчас сделаю. Для этого я пойду сюда и скажу восстановить операции. При восстановлении операции у меня удаляются все операции, которые я когда-то сам создавал, остаются только операции по умолчанию, которые от разработчиков Photoshop здесь установлены, и это все стоит. И чтобы загрузить новую операцию, которую вы скачаете, эту либо другую, идете сюда и говорите загрузить операцию. Значит, идете на рабочий стол, там, где у вас экшен, у него вот такой вот вид будет, экшен сюда, нажимаете загрузить, и вот он у вас здесь появился. И теперь встаете на сам экшен, не на набор, а на сам экшен, и нажимаете его воспроизведение. И вот у вас все готово. Идете сюда, также включаете, и экшен отрабатывает нормально. И это будет работать на фотографии с любым размером изображения, любого качества. Соответственно, не забывайте о том, что вы всегда можете пойти в размытие по гауссу, в красочность, либо в градиент, и поменять цвета. Надеюсь, урок вам понравился. Экшен будет приложен по ссылке в описании данному видео. Пользуйтесь и наслаждайтесь творчеством. Спасибо за внимание. С вами был Александр Семенов. До новых встреч.